Привет! Как дела? Сегодня, даже находясь в Лондоне, я не забываю о своих подписчиках и приготовила для вас план мероприятий на апрель 2020 года. Итак, что нас ждет в апреле этого года, я расскажу вам сегодня. 4 апреля состоится International Pillow Fight Day, то есть бой подушками. Который проходит в крупных городах по всему миру. Это очень удивительное и веселое мероприятие. Я была на нем дважды или трижды. Даже когда еще на Трафалькарской площади проходила, это было намного интереснее и веселее, потому что там собиралась реально огромная толпа. А так как сейчас он будет проходить в Аленс Гадденс, то есть в садах Аленса, это в Хакни, люди не могут найти это месторасположение. И вот я была в прошлом году, не так много народу собиралась, но все равно было очень здорово и интересно. Мы друг друга подубасили подушками и повеселились, и пофоткались. Такой как бы день всемирной агрессии, которую можно выпустить и с радостью пойти домой, освободив всю свою негативную энергию. Поэтому приходите, будет очень интересно. Это бесплатное мероприятие. Единственное, что подушки нужны очень мягкие. И желательно они перьевые, потому что когда летают перья по всему городу, власти города не очень довольны, потому что никто перья после этого не убирает, и город становится грязным. 4 и 5 апреля в выставочном центре Excel состоится национальное свадебное шоу, которое уже проходило в Олимпии в феврале этого года. Для тех, кто не успел побывать на этом мероприятии, приходите, посмотрите свадебные наряды из последних коллекций британских дизайнеров. О мероприятии я рассказываю в этом ролике. Если вам интересно, пожалуйста, переходите по ссылке и смотрите. Но не забывайте и про следующее мероприятие в апреле. Так как в апреле состоятся пасхальные праздничные выходные, в Good Friday, то есть в Страстную Пятницу, будет проходить мероприятие под названием The Passion of Jesus на Трафальгарской площади абсолютно бесплатно для всех жителей и гостей Лондона. Там будет представление, которое длится 90 минут, где расскажут о последних днях жизни Иисуса Христа. Очень интересное событие. Я была однажды, нечаянно попала, и только фотографировала, на видео не снимала. Ну, как-нибудь в другой раз сниму и покажу. Приходите, даже если это не ваш праздник, это очень интересное представление, реально профессиональное. Иисус висит на кресте, весь порезанный, изрезанный, со стекающей кровью. Очень красиво было, уверена, вам понравится. А уже 18 апреля на той же самой Трафальгарской площади состоится, опять же-таки, бесплатное мероприятие St. George's Day, то есть праздник святого Джорджа, который считается святым именно в Англии. Напомню, что в Ирландии это Патрик, в Шотландии это Эндрю, и в Уолисе это Дэвид, а в Англии это Джордж, то есть Георг. Что происходит на Трафальгарской площади? Там небольшие такие развлекательные мероприятия для детей и взрослых, проходит концерт, развлекают какие-то цирковые артисты, что-то показывают, какой-то спектакль. Самое главное действие происходит, когда Джордж побеждает дракона, там происходит битва, всё это вам покажут, расскажут. Очень интересное тоже мероприятие для тех, кто интересуется именно культурной частью британского народа. Для тех, кто увлекается органической продукцией, в выставочном центре XL 19 и 20 апреля состоится шоу Natural Organic Products, где будет представлена не только пищевая продукция, но и также косметика, мыла, шампуни, туалетная бумага, все такие продукты жизнедеятельности, которые в принципе есть у каждого дома. Поэтому приходите, если вы интересуетесь сохранением окружающей среды, а также заботитесь о своём здоровье, это выставка для вас. 21 апреля, как все должны знать, кто живёт в Великобритании, у королевы Елизаветы II официальный день рождения. И в этом году она отмечает 94-летие. В этот день всегда в гайдпарке проходит праздничный салют. Он называется Ганн-салют, то есть туда привозят пушки, и ровно в 12 часов дня звучит 41 выстрел из артиллерийских пушек. О том, как проходит это мероприятие, я вам расскажу чуть-чуть попозже. Также королева отмечает свой день рождения парадом в июне. Это такой официальный её день рождения для публики, для войск, для всего Соединённого Королевства. 24 апреля на Лестер-Сквере, ещё пока неизвестно, в каком кинотеатре состоится ли вообще, но запланирована премьера фильма «Лес Мизераблз». Это уже второй фильм по роману Гюго «Отверженные». Я уверена, вы все смотрели первый фильм с Энн Хатуэй. В этом году посмотрим, кто будет играть, и как будут складываться события во втором выпуске «Лес Мизераблз». 25 апреля на Трафальгарской площади состоится также бесплатный праздник индийской культуры, который называется «Вайсаки». Это праздник сикхов. Не моя вообще тема, просто нечаянно узнала, что сикхи – это, оказывается, одна из народностей индийцев. Они надевают такие оранжевые чурбаны. Я однажды была на Трафальгарской площади, интересно так посмотреть просто. Но сама культура – это не мое. Азиатские культуры и страны – это не моя тема абсолютно. Поэтому, если кому-то интересно, приходите. Другие культуры тоже надо познавать и расширять свой кругозор. 24 и 25 апреля в выставочном центре «Эксэй» состоится «Cake International Tour», то есть выставка тортов. Торт офигенно красивый, выполненный безупречно. И вот когда смотришь на торт, кажется, что он живой. Вот-вот оживет и съест тебя. Так что приходите на эту выставку. Мне кажется, она должна быть очень интересной. Ну и 26 апреля состоится «Лондонский марафон». Это, опять же-таки, бесплатное мероприятие для зрителей. Каждый лондонец бежит в пользу какой-то благотворительной акции. И он, по-моему, платят они 10 фунтов за то, что они побегут. И эти деньги уже идут в какой-то благотворительный фонд. Ну и плюсом к тому, если они наряжаются в какие-то красивые костюмы, иногда я видела там «Бегемот» и «Биг Бен». Я часто ходила снимать именно вот эти костюмы на марафон. Они также пишут свои номера. По номерам вы можете проследить, кто это бежал, и внести по этому номеру денежку, если вы считаете, что этот человек заслужил все деньги, которые он заработал, он отдает в какую-то благотворительность. Чаще всего он пишет, для какой благотворительной организации он бежит. Так что тоже очень интересное событие. В конце мероприятия их всех раньше награждал принц Гарри. В этом году он еще продолжит свои обязанности, награждения. Слышала так, краем уха. Ну а в следующие годы посмотрим, что будет с Гарри и с Меган. Может быть, и вернутся когда-нибудь в королевскую семью. А может быть, будут наслаждаться свободой. Но речь не об этом. В общем, апрель уже цветущий такой месяц. Можно просто ходить и гулять по паркам, не ходить ни на какие мероприятия. Но если вас интересуют мероприятия, подписывайтесь на мой канал. Каждый месяц я вам рассказываю как минимум про 10 мероприятий, которые можно посетить в Лондоне. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч!